Продолжение следует... 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 Здесь вы видите оглавление нашей статьи, которая является ревью о взаимоотношении и опыта пенсионного контакта против опыта химии диапии. Таких химии диапии тоже очень много, дальше я буду рассказывать, на этом более трудно. Мне захотелось показать этот слайд для того, чтобы понять, что сочетание таргетной и иммунной диапии является наиболее эффективным для повышения выживаемости ПЦ. Но на самом деле, значит, то, о чем я буду говорить, посвящено конвенциональной химии терапии. Здесь представлены данные о клинических испытаниях иммунотерапевтических агентов и иммунотерапевтических подходов. И этот слайд чисто умозрительный для того, чтобы мы представляли, насколько популярна сейчас эта тематика. А факторы, которые влияют на активность и эффективность иммунотерапии, они вот здесь перечислены. Но я бы хотела обратить внимание на два, о которых я буду говорить дальше. Это опухолевые неоантигены, которые являются обязательной, необходимой частью формирования иммунного ответа на опухоль. И это регуляторное и эффекторное влияние иммунного микроокружения опухоли. На настоящем слайде мы фактически показываем, что цитостатическая терапия вовлекает иммунную систему в ответ на опухоль. Одним из примеров возможной индукции иммунного ответа под влиянием химиотерапии является метрономная химиотерапия, которая в последние десятилетия исследуется. И мы видим, что иммунная система задействована в эффекте, который получается при метрономной химиотерапии. Это низкие дозы и небольшая периодичность введения препаратов достигается в длительной стабилизации диссеминированного процесса. Заяра Григорьевна показывала 3-4 источника литературы. И один из них – это статья по иммуногенной химиотерапии. И я сейчас прошу Ваше разрешение. Я представлю буквально 3 слайда из этой статьи, потому что она отвечает название моего доклада и фактически представляет сведения, которые собраны в различных трайлах медицинских. И они насчитывают, как это ни странно, целые сотни публикаций. Здесь показано, что химиотерапия может иметь разную природу. Разные дозы химиотерапии могут иметь разные эффекты. Например, ежедневная метрономная, я уже говорила, ее эффект достигается в основном активации иммунного ответа, потому что низкие дозы неэффективно убивают опухолевые клетки сами по себе. Есть сведения о том, что средние дозы, которые даются по модифицированной форме метрономной химиотерапии, приводят к гибели большого количества клеток. Они индуцируют иммунный ответ, причем они индуцируют иммунную память. Но при этом резистентные опухоли, остаточные, остаются все равно. И высокие дозы приводят к гибели большого количества клеток опухоли, но создают лишь приходящий иммунный ответ и воссоздают те проопухолевые условия, которые приводят к резистентности опухоли к препаратам. Оказывается, что режимы химиотерапии существенно могут влиять на эффективность лечения. И мне не хотелось бы здесь полностью перечислять полученные эффекты от разных способов введения химиопрепарата, потому что на самом деле это являются факторами, которые влияют на эффективность химиотерапии и в дальнейшем должны будут учтены для разработки новых иммуногенных препаратов. И какие четыре стратегии комбинированных химиотерапевтического лечения предлагают авторы? Такая схема, когда синергичный эффект препарата А и В применяется для того, чтобы минимизировать резистентные клоны. Есть такие схемы, когда оба препарата могут стимулировать иммунный ответ. Схема, когда один препарат дает прямое уничтожение обухолевых клеток или ангиогенеза, а второй активирует иммунный ответ. И такая схема, когда один из препаратов нормализирует иммунный ответ. И улучшается доставка иммуно-активирующего препарата. По сути дела авторы предлагают проводить исследование в том числе агенте, как в том числе и ангелополейском. В заключении представлены к стимии, были стимулированы такие положения, что индустрированные химиотерапией иммунный ответ зависит от группы и схемы. что комбинированная терапия должна обеспечивать баланс к эпидемиологических опухолевым клеткам и в то же время не повреждать существенные иммунные клетки. Оказалось, что средние дозы констатиков могут значительно усиливать к эпидемиологическим иммунным клеткам и актуальны поиск эмоногенных химиотерапевтических агентов. Здесь мы готовы обратить внимание на то, что поиск химиотерапевтических агентов в современных условиях часто заказываются на их тестировании иммунитаз. И поэтому для того, чтобы распознавать, иметь ли агент иммуно-симулирующее влияние, обязательно проводить эти эксперименты надо на моделях линвива. Тут буквально несколько слов, что авторы предлагают режим средних мероприятий и, по сути дела, сейчас ожидают исследования в этом направлении для того, чтобы понять, каковы же биомаркеры ответа на то или иное сочетание химиотерапевтических агентов могут индивидуализировать терапию. Я упомянула уже по блоку ассоциированных макрофагов, и оказывается, что неодевантная химиотерапия существенно может менять и найти макрофагов. И по клиническому эффекту он может быть разным. А классические два типа реагирования макрофагов на неодевантную химиотерапию – это поляризация макрофагов первого типа с противополевативностью и поляризация макрофагов второго типа. Сейчас, в настоящее время, достаточно много исследований, которые посвящены разработке ингибиторов и стимуляторов различных длинных ответов и, в частности, макрофагов и функциональных активностей для того, чтобы порезать макрофагов первой и второй сеткой с противополевативностью. Мне также хотелось бы отметить, что источником опухолевативных гакрофагов в основном является моноцветной крови. И когда моноцветы приходят опухоли, то они могут заставлять дистинсировать в гакрофаге в том направлении, в котором они были программированы в системном кровоотоке. Вообще, хотелось бы поделиться с аудиторией своими сражениями о том, что параметры макрофагии у пациента достаточно эффективны для обсуждения о опухолевого роста, о прогрессии опухоли и могут являться маркерами поведения опухоли в организме. Здесь я хотела бы представить несколько слайдов, которые исторически уже достаточно давно были получены. Вот в частности, повышение параметры химонной системы в крови и под связи с теми зрениям, которые принимали химоночевое лечение. Такая же история повышения молекул, молекул, тактических молекул, естественно, химонокевое лечение. Такая же ситуация по программированию мооцитов, которые сопоставляются с эффективностью генетерапии. И здесь есть динамики М1 поляризованных и М2 поляризованных моноцитов при проведении неодеванной химонной терапии. Но это, в общем-то, исторические факты, которые сейчас появились шагом к настоящему рассмотрению в отношении химонокевого лечение химонокевого системы. И мне еще хотелось бы остановиться на том, что макрофаги являются чрезвычайно пластичными клетками. И предыдущие докладчики говорили о том, что иммунная система амбивалентна вообще в своем ответе на злокачественную опухоль. И в настоящее время не ограничивается двумя типами макрофагов М1 и М2, классификацией макрофагов макрофагов. На самом деле достаточно много маркеров, которые могут указывать на то или иное состояние макрофаги являются в том, что мы много лет уже исследуем взаимоотношения хитиназа подобных белков и макрофагов и воспалительного статуса онкологических больных под руководством нашей коллегии из Германии, Юлии Шпотли, которая открыла один из новых хитиназа подобных белков и оказалось, что они могут свидетельствовать о функциональной активности макрофагов в крово или иного направления, то есть противопухолево или противоопухолево. Но прежде чем представить конкретные данные по связи с химиотерапией, мне хотелось бы сказать несколько слов о том, что наши морфологи, профессор Завьялова, профессор Перевутер, открыли, не то чтобы открыли, а идентифицировали разнородность и гетерогенность романных подмакрофагов и подмакрофагов, которые могут подразумевать разные изменения данного макрофага, подавшихся на месте того или иного компактмента. Здесь представлены экспрессии маркеров макрофагов в опухоли больных раком толстого кишечника, которые получают неодевантную химиотерапию. И на нескольких слайдах мы видим, как согласится хороший ответ на рак, то есть наличие клинического ответа с экспрессией, белковой экспрессией в опухоли тонкой кишке, толстой кишке, с тавилина, это одного из молекул, который принадлежит к хитиназоподобным белкам. Вязаный с этапелином хитиназоподобный белок также экспрессирует в опухолях хорошим эффектом и найдена связь экспрессией этого белка в веках воспалительного гидроза опухоли, который располагается в одном из компактментов, а как гидрогенности, взаимодействие с антиматозного, воспалительного и скромвального компонентов. Для общего маркера макрофазов CD68 таких различий не было найдено и для ЛК39 тоже различий не было найдено. А для того, чтобы посмотреть, какой все-таки фенотип у макрофазов, на самом деле мы применили конфокальную микроскопию и показали, что макрофазов, не сущая вещь, а макрофазов из тавилина, доминилась при хорошем ответе, а при отсутствии ответа тавилина на макрофагах мы практически не обнаружили. Такая же история наблюдается в том случае, когда SICLP в комбинации CD206 согласуется с хорошим ответом на химиотерапию и для опухоли молочной железе, а также сэкономерность была объявлена для целого ряда пенориоподобных белков. Выявлена положительная связь макрофагов с тенотипами SICLP отрицательным CD163 положительным в секретарях и в то же время выявлена положительная связь макрофагов с тенотипами SICLP отрицательных положительных в секретарях и будет в том, что можно рассчитать с среди работы на макрофагах, причем это зависит от сочетания из CD163 или CD206. Для того, чтобы судить о том, какая ситуация создается в опухоли при неодевательной химиотерапии, конечно, надо знать, как химиопрепараты воздействуют на эти макрофаги. Это очень важная информация, которой я подробно касаться не буду в настоящем сообщении, просто покажу, что охарактеризованы функциональные пути, которые активируются или ингибируются под воздействием. Мы в данном случае применяли препарат СИСПЛОТИНО. И вот такое мое сообщение, которое носит достаточно, скажем так, характер предположений и характер сопоставлений для того, чтобы выявить особенности, которые могут влиять на пользу эффективных биомаркеров, где-то на химиотерапии. И на химиотерапии в том числе с элементами индукции иммунного ответа. При анализе тех материалов, которые были представлены, конечно, сразу же, да, это будут проблемы, решения которых могут существенно определить существенные стороны для персонализации лечения с использованием конвенциональных химиотерапаратов. Я уже говорила о том, что эффективность конвенциональной химиотерапии можно повысить за счет вовлечения иммунной системы. Не для кого это сейчас уже не секрет, а, в общем, получается объект исследования, что макрофаги вносят в склад противообходовый эффект цитостатика. А цитостатики, в свою очередь, могут программировать макрофаги, и в данном случае очень важны различия для разных опухолей, типов и режимов химиотерапии. Показана гетерогенность опухолей и равная диапазонная членов, а также эффективность химиотерапии. И что интересно, что разная функциональная активность макрофагов наблюдается в разных компартментах опухолей и фактически зависит от окружения, в котором этот пластичный макрофаг находится в то или иное время, и фактически он программируется в микроокружении. Ну и о роли хитинадзоподобных зелков мы уже ранее говорили. По веримому она имеет свое значение, и дальше эти исследования будут. следует сказать о том, и предыдущие докладчики уже говорили об этом, что сейчас разрабатывается достаточно много инструментов для редактирования опухолей ассоциированных макрофагов, в частности вот ингибиторных химокинов, и есть разработки, которые касаются уже и недавно предложенного способа терапии для ингибиции контрольных точек иммунной системы, в частности вот есть две интересные разработки, как она объединена, которая снижает эфицирую ступерсионных клеток опухолей ассоциированных макрофагов, и за счет этого открывает возможности для реализации действия ингибиторных контрольных точек иммунной системы. ингибиторных контрольных точек иммунной системы